Приветствую вас, меня зовут Алексей Гущин, я эксперт в работе с человеком и сегодня за 10-15 минут я научу вас справляться с вашей травмой, травмой сексуального насилия, если она у вас была либо вы сможете помочь кому-то из своих близких и знакомых, если она была у них Итак, травма сексуального насилия это то, когда с вами происходит какое-то, скажем так, насилие над вашей психикой над вашей волей, над вашей сексуальностью, в том числе, особенно над сексуальностью это чаще всего происходит в каком-то раннем возрасте и я гарантирую вам то, что если вы выполните все эти шаги, то скорее всего через некоторое время внутри вас появится внутреннее чувство свободы, легкости, какой-то гармонии потому что нахождение внутри вас, эта травма, нахождение всех этих чувств и переживаний проводит к тому, что вы разрушаете свою жизнь, вы выстраиваете некую концепцию отношений с противоположным полом сразу негативное, выстраивается некое негативное ожидание, и в этом есть одна из проблем вы несете все это чувство через свою жизнь, и вы этим чувством заряжаете и заражаете, в том числе, своего ребенка и своих окружающих людей, которые находятся вокруг вас это приводит к тому, что рушатся ваши жизни, рушатся жизни ваших окружающих и я уверен, что если вы займетесь собой, если вы проработаете в себе всю эту историю то ваша жизнь начнет наполняться новыми красками, красками счастья, красками гармонии, красками любви и так, травма сексуального насилия повторюсь о том, что чаще всего она возникает очень в раннем возрасте, в детском это говорит не только мои клиенты, я это слышу, спошу рядом среди каких-то знакомых близких и дальних, в том числе отчимы, долбанутые отцы, там матери тоже немного не понимают какие-то аспекты и происходит такая травматика что с этим можно сделать? в первую очередь нужно понять то, что чаще всего в начале появляется некое чувство грязи, стыда стыдно признаться другому и тем более даже стыдно признаться себе, что у вас такое было и очень важно научиться, скажем так, прощать себя за то, что это было и понять о том, что здесь нет вашей грязи, здесь нет на самом деле стыда здесь есть трагедия, здесь есть боль, здесь есть травма но она никак не характеризует вас как личность это говорит о том, что вы столкнулись с человеком, у которого есть сложности психические и стыдиться своего столкновения с бомжом, с дебилом, с больным человеком нет смысла, это не про вас, это больше про него вы просто несете последствия, да, то есть если вдруг на человека напали и его зарезали не возникает чувства стыда ой, на меня напали с ножом, я, наверное, со мной что-то не то нет, это с этим человеком что-то не то, а вы просто оказались где-то рядом да, для чего-то вам эта история была нужна но об этом, если захотите, потом расскажу в отдельных историях работы со своими клиентами когда мы прорабатывали их травму на силе но сегодня о вас и о том, что вы можете сделать себе итак, первое, это чувство стыда чувство стыда по-хорошему можно выпустить из себя закрываем глаза, представляем эту ситуацию прокручиваем ее один, второй, третий, четвертый, пятый раз есть такая техника, как и перепросмотров вы оказываетесь в кинозале и вы постепенно ее один, второй, третий, четвертый, пятый раз потом делаете более блеклый, более серый делаете черно-белую историю вы просматриваете еще, 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 еще и в какой-то момент перестает быть стыдно потому что эти чувства уже отчасти израсходовались вторая проблема, которая возникает из-за травмы насилия это те чувства, которые вы в себе несете чаще всего это агрессия это чувство беспомощности это внутренняя боль и вообще с этим не с кем это чувство одиночества потому что не с кем с этим поделиться потому что изначально очень страшно и действительно стыдно в начале итак, что с этим можно сделать? эти чувства нужно каким-то образом вербализовать выпустить из себя для начала назовите их себе что я чувствую? назовите, может это уже выпусить плотноте к себе эти чувства второй важный момент это надо куда-то деть это можно деть к психологу это можно деть другу или знакому если у вас есть такие доверительные отношения либо вы можете это через какую-то физику отреагировать допустим, вы можете пойти в жесткий спорт и там, не знаю, грушу херачит с воплем я ненавижу тебя, скотина то есть и туда выбрасывается вы можете пойти на какие-то спарринги чтобы убрать чувство беспомощности где вы прийти к тому, что вы побеждаете то есть необходимо переломить вот эти чувства чувство одиночества можно собрать вокруг себя компанию не просто потому, что я хочу собирать вокруг компании у меня одиноко а когда вы собрали компанию вы поняли, что вокруг вас есть люди и вспомнили это чувство одиночества и оно начинает рассасываться то есть с этим чувством надо работать осознанно чаще всего вы просто на автомате отреагируете каким-то образом то есть вы берете и находите какой-то вариант каким образом это чувство можно отреагировать повторюсь, что вы можете пойти в спорте это сделать, это можно сделать в компании В зависимости от того, какие чувства вы в себе несете То есть, опять же, одиночество, агрессия, беспомощность и так далее Либо вы находите, все-таки идете к психологу и реализуете эти чувства с ними Он помогает вам с ними справиться какими-то там техниками Итак, третья причина, третий момент, третья проблема, которая возникает из-за травмы насилия Это картинка мира У вас складывается некая концепция относительно мира, относительно людей Относительно окружающих вас людей Относительно мужчин, относительно женщин и так далее Там все мужики, козлы и насильники, к примеру, появляется мысль или еще что-то Эта мысль закрадывается и она начинает формироваться И после этого вы начинаете смотреть по сторонам И находить подтверждение всех вот этих историй, всех вот этих событий И в этом есть проблема, потому что это складывает некий ваш сценарий И дальше вы живете в этом сценарии, разрушая всю свою жизнь Что с этим можно сделать? Выход из нее может быть сознательный Сознательный путем того, что вы сами смотрите по сторонам И ищите обратные подтверждения этой истории Вы ищете истории, где мужчина или женщина оказались приличными Оказались хорошими, оказались заботливыми Несущими добро, несущими безопасность, несущими любовь и так далее То есть вы собираете у себя некий набор И начинаете сознательно переводить внимание на одно, на второе, на третье Фактически, если вы соблюдете все эти три элемента То есть вы поработаете со своим чувством То, что вам неприятно Вы поработаете вот с этим чувством вины Чувством стыда Вы справитесь со своими яркими эмоциями Которые появились из-за этой травмы насилия И вы поработаете со своим вниманием Вашего на окружающих В принципе, травма либо ослабнет, либо уйдет По крайней мере, она не будет оказывать такое интенсивное и сильное влияние на вас Вашу жизнь и жизнь ваших окружающих Особенно на жизнь ваших детей Потому что мы неосознанно эти чувства очень часто передаем своим детям И потом эти дети начинают реализовывать наши чувства Вот в чем проблема, да То есть если вы чувствуете, что мужчина, допустим, все мужчины насильники и козлы То ваш ребенок считывает Вы ему можете это не говорить Но он будет считывать эту эмоцию относительно мужчин Например, да, дочка И она будет смотреть вокруг и понимать, что все мужчины козлы И для подтверждения этой концепции Она найдет в себе козла или насильника Который будет реализовывать вот это вот ожидание Поэтому очень важно эти истории прорабатывать А не пытаться просто забыть, подавить Потому что если внутри есть гной Он будет, воспаление будет происходить и дальше Важно это все достать из себя, вычистить И начать нормально жить Ладно, повторюсь то, что с вами был Алексей Гущин Я эксперт в работе с человеком, психоаналитик, гипнолог И сегодняшняя тема у нас с вами была Это работа с травмой, сексуальным насилием До новых встреч, пока